а теперь поговорим с вами про квадраты вяжутся они крючком столбиками с накидом 5 рядов 1 2 3 4 5 пятым рядом мы соединяем их между собой сразу в полотне не сшиваем отдельно пятым рядом соединяем соответственно где-то это одна сторона где-то это может даже три стороны быть квадрата вот как правило это будет выглядеть так последний пятый ряд одну сторону не довязываем и ее ею присоединяем к пятому ряду соседнего квадрата давайте начнем с самого начала у меня крючок вот такой двусторонний буду вязать номером 3 вот этим а двойка мне поможет забирать нить когда ее нужно прятать и у меня тонкая нить даже не знаю какой тут метраж примерно 800 метров на 100 граммов как будто бы это нора она еще и неоднородная но если у вас точно такая посмотрим вместе как преодолевать эти неоднородности в полотне они выглядят интересно сначала мы с вами свяжем первый ряд здесь будет четыре лепестка вот эти группы я буду называть лепестками или группами нам нужно кольцо амигуруми сделать для этого ниточка смотрит на нас набрасываем на палец перекидываем крест-накрест и отсюда так проверим тройкой вяжу отсюда делаем петельку это нить скрещивается и провязываем 3 воздушные петли это у нас будет считаться первым столбиком из вот этого лепестка нам нужно добрать еще три всего каждый лепесток содержит 4 столбика между ними будет 3 воздушные петли и далее 3 воздушные петли так и будут повторяться в каждом углу на протяжении всех пяти рядов 4 столбика есть 3 воздушные петли для перехода к следующему лепестку из четырех столбиков 1 здесь можно уже чуть под собрать кольцо потянув за нить потом мы его стянем и будет плотная вот такое колечко 4 столбика 3 воздушные петли снова 4 столбика столбики вяжем прямо в колечко если вам неудобно и еще чуть под соберите у нас получилось 3 уголочка 4 сейчас будет чтобы его получить нужно 1 2 3 мы набирали первые 3 петельки в третью заходим провязываем как бы как воздушную петлю затягиваем и вытягиваем эту нить петлю эту повыше теперь заходим так же будет в каждом ряду соединение с изнанки забираем нить крючок чуть перекручивается выводим петлю эту до высоты 1 1 петли прокручиваем по часовой стрелке или вправо вот так крючок и провязываем эти две петли перекрученными и еще одну воздушную петельку это у нас имитация столбика мы здесь не будем воздушные петли набирать так как в первом ряду а будем каждый раз вот такой делать столбик здесь уже затягиваем нить если вы этого не сделали тяните аккуратнее если у вас нить хрупкая может все тут порваться и разрушится позже мы спрячем или иголкой или крючком продолжаем вязать по столбикам которые мы видим вот здесь сразу после этого нам нами набранного только что столбика не пропустите петельки они чуть сжаты сейчас я их немного расширю чтобы подобраться к ним заходим под две петельки вот эти которые косички видны с ними и будем работать нам надо провязать еще три столбика потому что вот раз два три остались а в дырочку мы будем провязывать следующую комбинацию 2 столбика 3 воздушные петли 2 столбика как раз мы к этому моменту подошли то есть два столбика 3 воздушные петли 2 столбика чтобы у нас получались дырочки над дырочками вот здесь по 2 по 2 столбика в каждой дырочке и 3 воздушные петельки 1 прям в дырочку вот сюда 2 3 воздушные петли еще два столбика тоже в дырочку так формируем уголок дальше мы видим перед собой 4 столбика над ними 4 петли вот эту тоже здесь не пропускайте она немного так может уходить под столбики 1 2 3 4 вот эти петельки за две половинки в каждую используем снова подошли к углу также его выполняем 2 столбика в дырочку 3 воздушные петли 1 2 3 2 столбика в дырочку предыдущего ряда вот сюда не пропускаем эту петлю от столбика петля всегда идет вправо вот столбик вот его петля довязываем так до конца еще раз посмотрим как сделать соединение и как выполнить столбик 1 в ряду вот здесь не забудьте связать два столбика прежде чем сделать соединение в круг теперь для соединения нам нужна вот эта петелька которую мы набирали после того как после того как вытягивали эти петли мы заходим в нее под две ниточки можете так можете вот так разместить на крючке ее зашли соединительный сначала столбик то есть просто протянули нить вытянули теперь заходим сзади видите буковка v у нас образуется в серединку этой буквы v галочки заходим я еще прокручиваю крючок для удобства посмотрите как вам будет удобнее вытягивать эту петлю выравниваем их они одинаковой высоты прокручиваем направо вот они свернулись провязываем еще одну петельку как раз за нее в следующий раз вот как здесь мы будем соединять ряд вот видите столбик похож на остальные и со стороны особо не будет заметно вот этого перехода в круг для этого все эти манипуляции провязываем так третий ряд и 4 и встречаемся для того чтобы посмотреть как соединить нам с другими квадратами наш новый квадрат давайте еще раз вместе пройдем этот момент я сейчас в четвертом ряду момент соединения находим вот эту петлю которую мы добирали вот она сверху чуть развернуто если в нее у вас не получается ровно зайти под две дужки то заходите там где сможете вот чуть сбоку в нее легче зайти но если для вас принципиальный момент в том что под две косички так же как вот все остальные лежат нужно зайти то давайте постараемся так это сделать можно здесь мы просто соединяем в петельку раз только после этого когда затянули мы вытягиваем петлю сильно не вытягивать чтобы у вас столбик этот имитирующий остальные не вышел длинным просто под вытянули немного зашли в эту же петлю зашли сзади захватили нить вытянули на эту же высоту прокрутили провязали и еще одну петлю все мы вышли на пятый ряд сейчас посмотрим куда же мы приладим этот квадрат где он будет смотреться гармонично вот можно сюда к фиолетовому прикрепить я решила разместить вот здесь то есть он будет одной стенкой соединяться к нашему полотну два угла там нужно и здесь будет два соединения в середине одной стороны поэтому я провязала от пятого ряда один угол второй и остановилась на середине 3 что значит на середине 3 2 столбика с накидом я связала и одну петельку 2 петлю будет соединяться из вот этих трех петель которые нам нужно связать и третье будет свободно провязана чтобы соединить угол уже соединенных квадратов нам нужно захватить не сюда не сюда а зацепиться за две нити 1 отсюда 1 отсюда допустим здесь может быть три нити но лучше не делать вот так тоже в промежуток лучше их соединять постараться более изящно я захвачу одну фиолетовую и под 2 зеленые зайду заходим сверху вниз снизу вытягиваем ниточку и провязываем посчитали это у нас вторая петля из 3 петля и 2 столбика для завершения угла в дырочку именно этими двумя столбиками прибавкой и углом из трех воздушных петель и формируется прибавка прибавляются петли в ряду теперь нам нужно провязать еще четыре столбика всего 6 отмерить 6 столбиков на противоположной стороне на противоположном квадрате и там выполнить соединение я пробовала разные соединения мне понравилось такое покажу как делаю я провязали столбик 1 2 3 4 5 6 посчитали здесь посчитали проверьте что вы ту сторону кто прикрепляете 246 заходим снизу вверх по 2 петельки и возвращаемся в соседнюю петельку тоже по 2 вот так у нас будет выглядеть на крючке мы должны будем протянуть нить и сразу ее увести в петельку соединительная петля здесь будет при таком соединении стороны как бы прилегают друг другу и смотрится она гармонично ни одна из сторон не перекрывает другую теперь довязываем до следующего места соединения это у нас будет 2 4 6 8 столбиков с накидом должно остаться у вас на стороне вот здесь 4 2 еще мы свяжем получится 6 также как и на другой стороне вот здесь 6 столбиков было посерединке 8 тоже методом проб и ошибок я вывела это количество просто посмотрела как лучше смотрится 24 еще один вяжем здесь у нас пока 4 но будет 6 потому что мы сюда 2 вяжем поэтому здесь тоже считаем 6 они уже связаны внимательно от уголочка посмотрите 2467 и в 6 зашли снизу через верх вниз снизу вытянули петельку подхватили и провязали ее тут же петлю на крючке затянули 4 столбика 2 3 4 и еще 2 в уголок 1 2 снова одну из трех петель связали 2 петлю сейчас соединим вот сюда зайдем например и по две ниточки другого квадрата можно под одну под две будет нормально еще не не слишком толстая но довольно надежно так вывели петельку вот она вторая раз два третью не забудьте связать и все идем на финал два столбика с накидом для формирования уголка и оставшиеся петли сейчас кстати тоже интересный момент будет при соединении столбика при завершении квадрата даже точнее последний столбик связали заходим также в эту петельку под две нити соединительный столбик то есть просто протягиваем но не затягиваем обрываем или отрезаем нить вытягиваем вот эта петелька должна оставаться такой не стянутой и следующий столбик вот сюда заходим сзади это мы имитируем еще петельку вот такой же у нас будет край аккуратный заходим опять сзади разворачиваемся и попадаем вот сюда же откуда эта нить шла попробую показать вот она отсюда шла сюда же ее и возвращаем ее назад увели теперь опять назад но через верх чуть освободим вот эта душка петелька получилось из двух дужек тут не видно края то есть место соединения нити осталось аккуратным может быть это не очень важно здесь в полотне но можете здесь потренироваться за то чтобы у вас дальше были изделия более аккуратными ну либо если эта часть у вас выйдет на краю вот как как аккуратненько все петельки ровные не видно что здесь окончание ряда все мы с вами связали квадрат соединили его давайте посмотрим как соединение получилось видите она аккуратная для обеих сторон равнозначная никакой квадрат другой не перекрывает здесь уголочек крепко держится все вяжем дальше квадратики прибавляем полотно вы можете такими квадратами связать шарф кардиган пончо плед все что угодно мотив достаточно незамысловатый и простой а вот эти тонкости надеюсь помогут вам получить удовольствие от вязания и от готового квадрата на этом все спасибо